Нестабильный курс рубля, скачкообразные повышения стоимости доллара всегда вызывают ажиотаж среди граждан, так как люди не понимают, в какой валюте им хранить свои сбережения. Этот вопрос интересует всех, и людей, которые имеют значительные счета в банках, и тех, кто держит свои накопления под матрасом. Так в чем же лучше хранить свои накопления? Ответ на эти вопросы мы получили у экономистов. После введения дополнительных санкций со стороны США и при остановке торгов долларами и евро на московской бирже, доверие россиян к доллару и евро в очередной раз снизилось. Большинство жителей Твери, 54%, по-прежнему считают, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте. В рублях. Ну мы в России. Тем более сейчас такая политика. Каждая страна обменивается своей валютой. Сейчас это наиболее надежно, на ваш взгляд, да? Уверена. В матрасе. Почему? Так надежнее. У меня, к сожалению, нет вообще валюты. И хранить не в чем. Аналогично. Я такой же кривозубый крестьянин, как и он. Я думаю, в рублях. А почему? Не знаю. Мне кажется, что это очень сложная обстановка в мире, поэтому я думаю, в рубли. В рублях. Потому что у нас напряженные отношения с Америкой. Вот поэтому. Причем горожане до 34 лет чаще называли валютный номер один для сбережений доллара, а те, кто старше, рубль. Впрочем, сторонники иностранных валют делают оговорку, что в сложившихся условиях имеют в виду накопление на среднюю и долгосрочную перспективу. Доллара. Ну, смотря для чего. Единственное, что он нестабильный, что он прыгает. Он, по-моему, не понижается сейчас. А если там много денег, это надо хорошо разбираться. Мужчины несколько чаще верят в доллар и евро. Женщины – в рубль. Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты и меньше американской и европейской. Если же вы собираетесь ехать отдыхать за границу, где используется другая валюта, то покупать сильно с запасом ее не стоит. Если человек тратит в рублях, ориентируясь на рублевую зону, то, конечно, деньги хранить надо в рублях. И вот почему. Дважды ему придется конвертировать. Когда он покупает, заплатить определенный процент банку. И когда он потом будет трансформировать их в рубли. На двойной конвертации теряют порядка 5-6% от стоимости вложения. Есть очень известное правило, которому стоит следовать в любой ситуации. Хранить деньги лучше в той валюте, в которой ты тратишь. С ростом доходов опрошенных увеличивается уровень доверия к юаню. Среди респондентов зарплата 100 тысяч рублей в месяц. Каждый третий рассматривает его как средство хранения накоплений. Сегодня 27% горожан считают возможным хранить в юанях все сбережения или их часть. И вот, что по этому поводу говорят экономисты. Это стабильная валюта, которая резко не меняется. Но опять-таки, если человек хочет стабильно сохранить какие-то доходы на долгосрочный период, может поиграться с юаней. Не будет такого, что на игре валютного курса можно получить дополнительный... Нет, это просто определенный вид сбережения. Поэтому сегодня приобретение юаней нельзя назвать универсальным и особо прибыльным способом вложения. Если же юань в перспективе сможет стать мировой валютой, то ситуация изменится. А пока лучше оперировать нашими рублями, которые выстояли в весьма серьезных перипетиях последних лет. А еще, по мнению тех же экспертов, являются недооцененные валюты. А значит, имеют неплохой потенциал для укрепления при определенных условиях.